Выехали мы посреди ночи из Тюмени. Ближе к утру, часа через три мы будем в ход Тобольском. Это река Эртыш. Вот это наш дом на две недели. Мы в нем живем. С голоду мы уже не погибнем так же. Ням-ням-ням. Да, рень полнейшая. Честно говоря, мы это место проезжали ночью. Но ночью вот это величие Тобольских холмов не видно. Поэтому мы специально развернулись и еще раз проезжаем мост через реку Эртыш. Посмотрите, действительно грандиозное зрелище. Мы сюда сейчас попытаемся припарковаться и прогуляемся. Тобольск заслуживает, чтобы его посетить. Исторически Тобольск достаточно удобное, компактное место для туристов. Вот сзади меня дом-ремесел. Вот здесь вот губернский музей. Еще чуть-чуть поворачиваемся и мы видим Кремль. Вот, идем к Кремлю. Я немножко хромаю, потому что вчера пошел дождь и берег реки Эртыша размок так, что я свалился, в общем, скатился. У меня теперь разбитая нога. Вот. И болит колено. Ну ничего, заживет, я думаю. Мы же туристы. А туристы всегда из путешествий привозят что? Правильно. Магнитик. Красиво. Спасибо вам. У нас теперь есть вот такой магнитик. Ну и так, вот сейчас мы экскурсию и проведем. Вот, например, вы уже поняли, мы купили магнитик, мы посетили торговые ряды и гостиный двор. По проекту Ремезова, кстати, картографа построил. Пирожок с яблоком, сосисках, тесте, беляш. Ой, а что горяченькая есть? Давайте мне... Пицца хорошая. Давайте пиццу хорошую, тобольскую, съедим. Сколько она? 40. 40 рублей лично. В дороге надо правильно питаться. Теплой, горячей пищей. Ну, пицца вкусная. Не итальянская, а тобольская. Все, я готов дальше работать. Нужно посетить тюремный замок. Это пересыльная тюрьма была. Здесь вот на каторгу людей собирали. Тоже музей. Ну, это уже узнали, наверное, да? Надпись. Да, это вот часть декораций фильма Табол. Ударка называется. Парусная. Самое впечатляющее и свораживающее зрелище вас ждет буквально через пару секунд. Внимание, ежегодная зона закрыта. Проводятся реставрационные работы. Как туда попасть, я не знаю. Мы все равно нашли лазейку. И сейчас мы увидим этот прекрасный живописный вид. Вот он. Высота птичьего полета. Такой, стердыш, все видно. И обязательно посетите сам Крепль. Внутрь можно зайти, походить. Здесь очень красиво смотреть, да? Чистенько, уютненько. Цветочки растут. Красота. Еще погода хорошая. Можно гулять и гулять. А вот это появилось не так уж и давно. Это парк Ермака. И такая стела символическая, красивая. И что-то вроде амфитеатра. Быстро прогулялись, посмотрели. Красиво и интересно. Есть что посетить. Выбирайте сами. Обязательно будете проезжать Тобольск. Заскочите в центр города. Прогуляйтесь. Прикоснитесь к истории, к старине. Мы сейчас уже будем покидать этот город. То не сразу. Прежде мы заедем на кладбище. Кстати, вот это кладбище, это тоже историческая достопримечательность Тобольска. Это заваленное кладбище. Здесь покоронены декабристы, автор конька Горбунка, Ершов, писатель. Но нас сюда привлекли не их могилы, а другая каменная плита, на которой интересная надпись. Вот этот надгробный камень. Ой, он же врос в землю и практически придется немножко откопать. Смотрите, написано здесь покоится прах. Абдорского купца Федора Николаевича, по-моему, Карпова. Вот видите, Абдорск, вы помните, это Соликард. Раньше так называли. Вот так вот прослеживается взаимосвязь юга и севера. И вот тот самый момент, когда турист привозит домой магнит. Куда он? Конечно, на холодильник. У нас есть холодильник. Хьюстон, у нас проблемы. У нас деревянная крышка на холодильнике. Он не держится. Вообще, чтобы посетить все музеи Тобольска, есть еще музей царской семьи, вон оно здание в Нижнем городе, нужно потратить, ну, как минимум, денег. У нас такой роскоши нет, потому что мы все-таки едем недалеко, не надо наверстывать график. Поэтому мы отправляемся дальше на север. Помните, я еду на Ямал. Север, не север, как понять. Доехали нужно. Положили новый асфальт. Чуть я хотел сказать, но я уже забыл. Заболтали чуть-чуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова